На телеканале «Россия» продолжается политическое время, и я вас теперь приветствую уже на наших теледебатах. Сегодня у нас в студии представители партии ЛДПР, Антон Ищенко, кандидат-депутат от партии ЛДПР. И партия КПРФ сегодня представляет Ольга Николаевна Алимову. Добрый день. Ольга Николаевна, Вы очень любите говорить о достижениях советской эпохи, и порой КПРФ не стесняясь присваивать эти достижения себе. Но готовы ли Вы взять ответственность за судьбы людей, расстрелянных и сгнивших в Сталинских региях? Вы знаете, вот мы сейчас только с Вами говорили, как Вы любите задавать вопросы, как передергиваете. Мы готовы брать за все ответственность, что сделано в стране. Но мы говорим о том, что сделано очень много положительного, столько, что 20 лет реформ никак не могут разграбить нашу страну. Мы говорим, что мы строили заводы, фабрики, космос, мы победили в Великой Отечественной войне. Мы, это народ, наш советский народ, когда Единая Россия, слово такое не выговорит, советский народ, значит, советский народ сделан в то время под руководством коммунистической партии. Да, были ошибки, безусловно. И мы говорим, что они были на те масштабы, о которых Вы говорите, миллионы. Люди, люди, а мы при счастье, ни войны нет, ничего. Каждый год вымирает по миллиону, война не затухает, идет везде полыхает страна. Почему Единая Россия не будет? Нет, не объявленная война, не объявленная война. Сейчас, знаете как, как ситуация, сколько сейчас коррупционеров и разворовали страну, сейчас нам тюрьму уже строят, чтобы их сажать туда. А у нас Единая Россия убрала статью о консестрации имущества, у нас за периферии не сажает, а награждает, разограбление государства, и расхищение имущества государства. Не сажает, а награждает за внуки перед Отечественной, зависит от того, сколько украл, 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому мы берем за всю ответственность, за то, что мы сделали, и хорошее, в том числе и плохое. Мы не перечеркиваем его стоим, что делает ваша партия. Единая Россия, да? Вы мечтаете возрождение Советского Союза, но в своем время, в 91-м году, когда Советский Союз разваливался, и один коммунист, собственно говоря, не вышел. Это вы так считаете, это вы так считаете. Вы поддержали ВКЧП? Я поддержала ВКЧП. Вы поддержали? Я поддержала ВКЧП, потому что я прекрасно понимала, к чему приведен Михаил Сергеевич. Человек из пятой колонны, теперь уже они не скрывают, это Яковлев, Шевернатзе, что они получали деньги за бугром, им нужно было разводить Советский Союз. Очень немногие, когда Лизб, очень немногие будут понимать, что творится со страной. Я как раз из этих немногих. Но они говорят, ну они будут осмеянны, уничтожены, унижены и так далее. Поэтому и компания против меня разворачивает, и миллиардерши, и так далее, и так далее. Позвали свои денежные. У меня нет акций. Экономбанк специально вам прислали. Меня в прошлый раз пытались обвинить в том, что я в руку. Вот вам справка, что у меня нет никаких акций. Ни у меня, ни у моего сына. Хорошо, спасибо большое. Но вы не поддержали ВКЧП? Кстати, ЛЗП была единственной политической силой, которая поддержала в 1991 году ту ситуацию, когда Советский Союз должен был остаться. Вот Ольга Николаевна сейчас говорит, что она тоже поддержала. Это было, наверное, ее личное такое мнение, личное желание оказать поддержку ВКЧП. Я считаю, что у нас есть о чем поговорить с Ольгой Николаевной. Я могу сделать ей официальное предложение, вступить в партию ЛДПР, потому что ЛДПР не стесняется говорить об этом открыто и гласно. Мы за то, чтобы Россия и Советский Союз были великой державой. И только ЛДПР в 1991 году как раз и поддержала ту силу, которая выступала за сохранение Советского Союза. Сегодня удивительный день. У меня сегодня уже четвертая партия делает предложение вступить в их партию. Насколько я хороша, наверное, вычитав, что я буду украшать любую партию. Нет, я люблю свою коммунистическую партию. Кстати, когда свершился ВКЧП, слово к народу опубликовал Геннадий Андреевич Юганов, когда он говорил о том, что хотят сотворить страну. Поэтому я, может быть, как ваше предложение, можно было бы рассматривать, если бы не ваш лидер, который, мне кажется, слишком часто в нем. Например, мы за бедных, мы за русских. Ни разу в Госдуме он не проголосовал ни за бедных, ни за русских. Как вы это расцениваете? То есть он говорит одно, причем красиво, но... Ну, по закону я смотрю, как голосует единый рак. Абсолютно. Да, что голосует. Нескрученное обвинение. А, я все левал. Только ЛДПР выступает как раз за простой народ. То есть у нас самая сейчас профессиональная команда. Только в нашей партии сейчас есть люди, которые смогут повернуть жизнь в лучшую сторону. К сожалению, время КПРФ уже ушло. Это вы так считаете? У нас, наоборот, очень молодые кадры. И главное, что у нас есть тандем. Вместе с ЛОК какой-то тандем противный. Есть, да, есть, да. Это вот пульс, это разговаривание, это наносит. Если у нас есть молодежь, у нас есть молодежь, есть холодные, холодные люди. А возьмут, что я наоборот, что я говорю так. 63 года, 61 год, 58. Тебя наносит. У меня к вам вопрос. У меня к вам вот такой вопрос. КПРФ очень любит обвинять ЛДПР в логяльности в северной власти. Но, собственно, Владимир Горькович Жириновский отвечает. Все-таки кто же из вас оппозиции тогда настоящий? Оппозиции, конечно, коммунистической партии. Вот, например, опять возвращать, выступает Жириновский. Как бюджет распределяется? На республике много денег, а на русские регионы денег нет. А почему же тогда всегда голосуют за то, что предлагает Единой России отдать эти деньги на регионы в республику? Совершенно неверная у вас оппозиция. Я вижу результаты. Вы посмотрите, все последние годы мы голосовали против этого бюджета. Ну, откройте статистику, посмотрите. Я со всеми специально готова. Против бюджета. И мы голосовали против бюджета на 12-й год, 13-й, 14-й, потому что мы видим, что это антинародный бюджет. 12-й год бюджет ужасный, ужасный. Единая Россия предлагает, если вы не поддержите, мы будем только рано, предлагает снизить социальную составляющую, увеличить деньги на полицейщину, увеличить деньги на правоохранительные органы и на МЧС. То есть такое впечатление, что у нас катастрофа будет каждый день с утра до вечера, и поэтому туда деньги бросайте, не чтобы решать ситуацию. Поэтому очень хорошо, что вы исправились и будете голосовать. Против бюджета на 22-й год работали именно так. Ну я, давай, вот специально, все, если вы принесут тебе результаты голосовать. Николай, вы понимаете, есть хороший законопроект, есть хороший закон, есть хорошее предложение. Нельзя быть все время, как баба Ягая, из того, в фильме «Против». Понимаете, когда... Ну, может быть, я не отражаю, да, вы мне как-то симпатично, как человек. Нельзя быть с такой бабой Ягой. Вот сделал, предположим, Грищенко дорогу в Затоне. Разве это плохо? Я считаю, что это хорошо. Да, давайте поставим ему плюс. Но когда мы видим, что они дорабатывают, когда есть законопроекты, которые идут вразрез с интересом народа, вразрез, в первую очередь, с интересом русского народа, и ЛДБР всегда голосует против. У нас тоже большая программа за поддержку русского народа, поэтому я думаю, что это титульная нация, которая незаслуженно обижена. То есть все унизители, процедуры, все, что связано с русским человеком, у нас в партии власти старается сделать как можно больше негодяйства для русского человека. Поэтому я за то, чтобы русские, если будут возрастаться, будет у них все замечательно, и малые народности будут тоже себя чувствовать в спектаке. Поэтому, поэт, не застой коммунизм. За то, чтобы за с вами он сделал дорогу, он за этот захват, между прочим, получает. Поэтому они выпущены, сделают вот так вот столь что, и пиарят сюда до вечера, они сделают, а тогда если они будут делать, за что-нибудь деньги. Вы смотрите, политтехнологии и спартики проектов похожи на топор, которые стоят на трубку и пытаются электроды втыкать, получается такого своего рода Хрункенштейн. Частую собственность, вы же уже поддерживаете? Частую собственность, вы же уже поддерживаете? Почему уже? Мы ее поддерживали. Да, все должны быть разумных предельств. Я, например, считаю, что частная собственность на железной дороге не должна быть. Я считаю, что не должно быть частной собственностью на недра. Я считаю, что не должно быть на железной дороге, на лубинивые кабинеты, на крупные предприятия. Не должно быть, это государственно должна быть собственность. А у вас получается, что если мы не сделали парикматерскую, то коммунисты против. Да, эти бога, пусть причепывает в пеков порошке, чистил ботинки с удовольствием, Но то, что бюджет образующий образец, это должно быть принадлежать только... Я как простой избиратель, я хочу спросить, наступает 5 декабря, ваша партия побеждает. Ура! Что вы сделаете для народа в ближайшее время, чтобы как-то изменить ситуацию? 5 декабря будет минута тишины, если придут, например, коммунисты к власти, будет минута тишины, будут все шалевшие. И те, кто давно уже за рубежом все уйдут, будут быстро собирать монатки. А нормальный народ воспримет это с огромным удовольствием и начнет возрождать страну вместе с коммунистической партией. Вы знаете, вчера многие наверняка смотрели одну из программ на Центральном телевидении, где был ваш лидер. Всем он понравился, все, кто нам звонил, он всем понравился. Вам не, наверное, да? Ну, вы его вообще не любите, поэтому... Да и кто вас вам сказал? Я вижу по глазам. Геннадия Андреевича? Нет, по вашим глазам. Хорошо, я спрашиваю вас, Антон, пожалуйста. Ну, первое, что мы сделаем, это мы примем три комплекса законов. Первое, это закон о национализации. Вот много много говорится. Здрасте. Здрасте. А национализации закон? Все природные богатства должны принадлежать народу. Кроме этого, табак, спирт. Да, Ольга Николаевна. С нашей партии вступайте, вы, блядь, наш человек. Второе, это комплекс законов по поддержке русского народа. Обязательно должно фигурировать в Конституции русский народ. Вот закон о поддержке статуса русского народа. И третье, мы отменим НДС и снизим науки зародных планов. Вы любите... Да, нет, то, что по русскому вопросу, консолидации есть. Мы уже приняли праздник русского языка. Это 6 июня по инициативе фракции «Помнические правы». В фракции, да. День рождения. Вы любите мои вопросы, поэтому я вас прошу. В редакт КПРФ есть такие люди, которых вы истекливо называете успешными. Но избиратель о них навряд ли узнает ваша агитация. К примеру, Сергей Муравленович, первый номер Белгородского списка, экс-сотрудник ЮГОСа. В прошлом году его доход составил 426 миллионов рублей. Или, допустим, еще один олигарх, Александр Куликов, второй номер в Нижегородском списке. Поистине владелец заводов, проходов, газет и так далее. Его заработок за год 334 миллиона рублей. И таких успешных людей в ваших списках... А вы считаете, что все успешные люди, даже мы только в партии, в России? Сразу же, что они к нам пришли. Но как же так? В ряда коммунистов, капиталистов, а где рабочие? У нас и рабочие есть. У нас есть рабочие. Это у вас просто вы выбрали, выбрали у двух человек, которые... Опять я перетернул. Конечно, конечно. Вы бы называли... Очень хорошо, что бизнес, в том числе и крупный бизнес, понимает, что только у партии можно спасти страну. Они пришли к нам, и мы готовы. И тоже страны помогают. То есть, да, они говорят ваши... Они гардиот, у нас приличные люди, но они единой тысячи. Прямо уже не знаешь, как ее расслабить. Спасибо. Я даже не знаю, что вам сейчас ответить. А не надо. Уважаемые телезрители, у нас были теледебаты на канале «Россия-1». Сегодня в нашей студии был представитель партии КПРФ Ольга Николаевна Алибова и представитель партии ЛДПР Антон Анатольевич Ищенко. Смотрите нас каждый день на канале «Россия-24». А буквально через несколько минут мы вернемся вновь в нашу студию, и вы увидите уже дебаты с участием представителей других политических организаций. До свидания. Продолжение следует...